Показывай, как у тебя средний большой отрастает. Наверное, его можно в этот раз уже сделать, что ли. Да, только, наверное, растить надо будет. Или сейчас посмотришь? Ну, посмотришь, да. Всем привет! Сегодня пятихратная хроника, и работу, которую вы видите, была сделана в мае. В общем, клиентка прищемила ноготь, образовался анихолизис, поэтому мы какое-то время не покрывали этот ноготь, ждали, когда он отрастет. Отслоение ногтя было почти полностью, поэтому, глядя на результат, нам показалось, что уже все нормально. Остался небольшой участок, не приросший, который, мы думали, благополучно отрастет, потому что на моей практике такие ногти отрастали. В общем, здесь я покрыла ногти базы фиоры и укрепляю гелем из бутылочки атерозалинт. Дальше у нас началась мода на светоотражающие гель-лаки. Ко мне приехали материалы от Бажелин, и я тестирую их вот на этой клиентке, но для начала наношу красную подложку. Дело в том, что сами по себе эти светоотражайки не такие яркие, а хотелось бы ногти поярче. Итак, наношу тот цвет, который, то есть на прозрачной основе светоотражающие частички. И они так явно неравномерно ложились на ногти, что просто кошмар. Я пыталась и в два слоя нанести, но вот эта неравномерность, она бросалась в глаза, и даже когда включаешь вспышку, то было видно. Из-за этого покрытие не очень аккуратным казалось. Но это вот такой эффект только у Бажелин. Вернее, не только у Бажелин, но не у всех светоотражающих лаков, не у всех фирм. У некоторых очень равномерно наносятся блестки. Итак, спиливаю покрытие. Смотрим, что там под гелем. И это уже был июнь. Это посадочный период. Клиентка огородница. Потом вы сами посмотрите, что тоже земля попадает под ногти. И, в общем, мы решили так это дело пока оставить. Но забегая вперед, сразу скажу, что лучше все-таки оставить ногти до полного отрастания. Дело в том, что я раньше никогда с анихолизисом не сталкивалась. И вот на курсах нам не говорили о смертельной опасности, например, синегнойной палочки. Если она попадает в кровь, вот вы поранили клиента, а у него на ногтях была вот эта зараза, то может получиться заражение крови с летальным исходом. Поэтому вот с такими ногтями лучше не рисковать. Но повторюсь, что это у меня вот такой первый был случай анихолизиса. И как-то я не изучала этот вопрос. Ну, ни к чему мне все это было. В общем, мы покрыли блестками вот такой результат. Ну, видишь, один обломался. Пришла, конечно, со страшными, я же с огорода. У меня же помидоры, огурцы, теплица. Ужас ужасный. Вообще. Ужас. Ужас-ужас. Так, а что делать будем? Как всегда, я не снимаю. Что-то яркое, можно? Можно. Прям яркое-яркое. Для огорода. Просто опять работаете. Квадратные будем? Ну, квадратные или какие-нибудь? Чего скажешь? Овальные. Сегодня мне все равно. А завтра будет не все равно. Ну, ты знаешь, мне обычно всегда нравится. Что ты делаешь, как ты делаешь? Ты же знаешь, я неприхотливая. Сделайте что не то, приведите мои ногти в порядок. Чтоб мне в грядках было удобнее ковыряться. Тут в грядках ковыряюсь и думаю, блин, вот сейчас бы Янка-то увидела, что я без перчаток эту землю вот так вот там это, рыхлю типа. И подумала, знаешь что, продаются же такие с когтями. Не пробовала, не знаешь? С когтями нет, не пробовала. Вот, ну, вот я не знаю, удобные они или нет. Я готова купить, ну, чтоб это. Иногда когтей не хватает вот этих. Там сквырнуть что не то. Тот же одуван сорвать, его же надо вот там. Вот, а в прошлый раз там, мы посмотрели, он у тебя отрастал, а сейчас смотрю опять вот здесь что-то потянуло. А потому что, если честно, я на него забила. То есть мне надо опять начинать его лечить. Ну что, его снимаем тогда опять? Не будем покровать? Не, давай пока оставим тебя, если что, в следующий раз. А так вообще надо опять все снять и сразить. Я понимаю. Туда, скорее всего, попала грязь. Ну да, да. Я же в благороде ковыряюсь. Да, но мы как бы его сразу, ну, он у нас отрастал в прошлый раз. Да я помню, да. Да посмотри, ужас какой у меня вот тут. Блин, я понимаю, что это увидит весь Ютуб. Мои черные ногти. Обязательно. Ты хоть имя не говори и где я живу. Ладно, адрес не скажу. Адрес не скажешь? Нет, ну, это последствия огорода. Понятно. Без перчаток. Вот вам без перчаток, пожалуйста. Последствия огорода. Ну, в общем, я пыталась уговорить клиентку и снять ноготь, но ни в какую. А вообще клиент же хозяин своим ногтям. Но сейчас я поменял свое мнение. Мастер должен настаивать на том, чтобы оставить этот ноготь. Или до отрастания, чтобы клиент сходил к врачу, что лучший вариант. Или снять самостоятельно ноготь. Но лучше все-таки пусть сходит к врачу. И когда мы эту делали работу, я очень торопилась отпустить клиентку домой пораньше. У меня на это были причины. Поэтому делаем мы здесь очень быстренько. И дизайн очень простой. Просто нужно помойить в办法 на нанотехозяйку, и, же, уменьшить данные смыслы. Причем употреблять из парнями vaisторых. И для меня наносим кореньки. И вот, смотрите, есть что дизайн очень простой. Я очень хорошо спрашиваю. И, fermатым нанотехнике. Выстраивайте что-то помойте на номер-ка . Субтитры делал DimaTorzok 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 Под кутикулу Но потом я отказалась Вот от этой длинной кисти Потому что она не такая упругая Во-первых Во-вторых Она от жидкости Global Fashion Портится Она такими Слипшимися волосиночками Становится И когда начинаешь Наносить полигель То все Кисти начинают прилипать Вот здесь Вот она еще нормально Себя ведет Эта кисть И не видно Как она слиплась Но После того Как на паре Клиентов Поработаешь Вот жидкостью От Global Fashion Вот именно Эта кисть Она начинает Себя очень плохо вести Поэтому Я перешла На другую кисть С коротким И более упругим Ворсом Мне периодически Пишут Что попробуйте Вот такую кисть Которую я сейчас Работаю Но нет К ней я больше Не вернусь Потому что Той кистью Мне удобнее работать И так Тут я Почему-то Начала Укреплять ногти По полной программе Этой клиентки Хотя на ней Это и покрытие Нормально держалось Но видимо Из-за того Что на всех Вот я Стала полигели И выпиливать Натуральный ноготь Изнутри То на этой клиентке Я тоже стала Это делать И всем без разбора Я так испугалась Этих отслойок Что начала Всем подряд Делать тяжелую Артерелью Вот эту вот С опилом С выпиливанием Ногти изнутри И после опила Я поверхность Тоже выравниваю Каким-нибудь Подходящим материалом Или прозрачной Лебазой Или молочной базой Для того Чтобы рисунок Или гель-лак Лег более равномерно Это был у нас Июль Жара Хотелось Летних Каких-то дизайнов Сочных красок Поэтому мы берем Пастельный голубой И неоновый Лимонный И делаю Градиент Кистью Которую Недавно Показывал На своем канале Как ее делать Вы можете Посмотреть В предыдущем Видео И ссылку Где она Продается Тоже Как делать Китайскую роспись Но результат Вы не увидите Потому что У меня Закончилась Память На карте Видеокамеры Поэтому Конечный результат Заснять Мне не удалось И было Очень обидно Потому что Я старалась Я тут И форму ногтей Выводила И вообще Рисовала На совесть Так сказать Но хорошо Хоть эти моменты С китайской росписью Я успела Заснять И фотографии Конечные На телефон С китайской росписью С китайской росписью С китайской росписью красота и так так это я себе сделала тебе и не будет понятно да мне сделай этот тоже квадратик или как он прям или называется водка да форму давай изменим я поняла так не будем ладно опять жара сегодня хорошо я люблю такую погоду я не знаю что никто не любит какая бы она ни была сколько лет не будем мы снимать как не будешь не не будешь стали бы отрастить сейчас пока не буду я еще хочу я надеюсь что в ходу в течение будут выходные еще хочется красивой покажет не в этом дело я тут боюсь буду в грядках своих рыцах так меньше грязь попадет ну я хоть одеваю перчатки но блин это совсем весь прошли да там там не будет ну там плесень завелась и она там цветет блин ну давай снимем давай снимать сейчас зайду в аптеку закуплю клиентка опять отказывается снимать этот ноготь но когда она видит открывшуюся картину она уже сама понимает что нет дальше терпеть уже нельзя и ноготь нужно спасать и вот смотрите когда срезаете натуральный ноготь вот он у меня темного цвета и это непонятно то ли это плесень то ли это земляная грязь а если это действительно синегнойная палочка то во время срезания ногтя я могу поранить клиента и в эту ранку может проникнуть вот это самая палочка поэтому я как бы и против того чтобы срезать натуральный ноготь я когда первый раз на ю тубе увидела мне эта картина очень не понравилось когда люди вот так вот срезают я думаю лучше оставить просто ноготь и пусть он отрастает вот сам по себе или отправлять к врачу но самостоятельно сдирать ноготь тем более дзык за это посадили я прям против этого но так как один раз мы ей уже срезали и он начал хорошо отрастать мы повторили эту процедуру но опять же я не до самого прям края дочищала потому что я боялась поранить и здесь чтобы не привлекать сильного внимания к рукам мы сделали спокойно маникюра это френч он выглядит как естественные руки как естественное покрытие и перед френчем я выравниваю ногти гель лаком от леонейл ли лак он и слегка тонирует поверхность и выравнивает после опила ногти потому что потом мне придется рисовать линию улыбки чтобы она не потекла по бороздкам от пилочки я вот так вот выравниваю ногти вот такая у меня была хроника на сегодня просьба в меня сильно тапки не кидать я уже осознал свою ошибку я учусь вот на своих ошибках как правило но вы учитесь на моих и на этом я с вами буду прощаться желаю вам здоровых ноготочков хорошего настроения творческого вдохновения всем пока а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...